Приветствую любители стратегических игр, меня в комментариях к прошлым сериям Тропика просили всё-таки ещё немножко продолжить, давайте, ну я и сам хотел, я начал уже даже другую партию, немножко разобравшись, то возвращаюсь к этой начальной, которую я играл совсем, ну, совершая кучу ошибок, то есть сейчас будет интереснее их исправлять. Пока у нас, вот я выбрал, кто не видел первой серии, я всё-таки рекомендую к первой серии перейти её посмотреть, но я выбрал вот такую карту с островами, чтобы было посложнее, во-первых, мне в комментариях резонно заметили, что надо ставить не только порт перевозчиков, но и причал, чтобы граждане между островами переправлялись. Это правильно по игровой механике, но это пример того, как переусложняют зачем-то менеджмент ресурсов в некоторых играх, вот, ну, серьёзно, зачем вообще вот нужно порт перевозчиков отдельно и отдельно причал? Почему нельзя просто вот портами обойтись? Тут был бы порт, там порт, тут порт, этого достаточно? Серьёзно, вот что, в реальной жизни вот это всё отдельно строят вот так? Нет, конечно. Так что будем причалы ставить и немножко надо успокоиться с новыми, с населением новым, там, с количеством рабочих мест. Надо сейчас просто заниматься тем, что у нас есть уже. Улучшить инфраструктуру, улучшить тут доставку, например, строительство. Так что давайте причалы поставим на всех этих островах. И, видимо, я тогда тут буду просто убирать дома, и дома у меня будут только на одном острове. То есть это вот эти причалы и означают, показывают то, что люди не могут добраться с одного острова на другой, и им приходится жить там, где они работают. А эти вот порты перевозчиков только для того, чтобы перевезти грузы и ремонт. Ну, ремонт, там, постройку чего-то сделать. Да, тут, по-моему, мне еще говорили, что я аж две где-то пожарные станции построил. Барак, барак. Так, пожарная станция. Сети не хватает электричества. А почему в сети не хватает электричества? А, тропика атакована сверхдержавой. Да, у меня в Конституции, конечно, вот эта хрень полная, что я принял мирное государство. Тут, несомненно, надо на войска все переделывать. Ну, не войска хотя бы тут у нас есть в народное ополчение хотя бы поставить. Но пока я не могу менять Конституцию. Не пришло время. Надо, конечно, народное ополчение. Тут, вот видите, страна оси атакует мой остров. Мешается мне тут в этом. Так, тут причал построен. Тут причал построен. Еще плюс к этому, по-моему... Так, пожарные потушили огонь. Тропика атакована. Здесь. И вот мне нечем отбиваться, понимаете? Мне нечего... Главное, не по... О, консервный завод разрушен. Не помогает мне мои союзнички никак. Тропика прекращает торговлю с одной из крупных сверхдержав. Комментарии дворца. Они не хотят торговать честно, поэтому и мы не будем. Самое интересное, что у меня даже вот отряд командос, ну... Дворец назвал акты вандализма незрелым поведением. Бедники просто не понимают, как сложно быть богатым. Это строение находится... ...в представитель дворца. ...в нерабочем состоянии. Так, все, ремонтировать. Вроде отбились. Так, теперь надо все ремонтировать. О, куча бабла стоит. Особенно вот мне электростанцию надо. Так. Давайте. Сверхдержава ось объявляет тропика эмбарго. Тоже здорово. Вот тут надо причал еще построить. Снесем. Я бы здесь бараки посносил, на самом деле. Пускай все бы жили на основном острове. Только вот на причалах бы перемещались через причалы. И вот это у нас что? Кукуруза. Кукурузу бы я тоже сносил. То есть, вот это был бы центр города, да? Чисто жилье. А все... Какое-то производство на всех остальных островах было. Ну, вот, например, кукурузу сюда перенести, да? Вообще, есть возможность переноса именно? Нет, нельзя. Давайте снесем. А плантацию кукурузы организуем тут. Да, мне советовали, конечно, горячими клавишами пользоваться. Это верно. Верно подмечено. Но! Меня всегда люди, зрители просят как раз мало пользоваться горячими клавишами. Для того, чтобы было видно, что я делаю. Поэтому сейчас меньше пользуюсь горячими клавишами, а больше показываю, что и где я строю. Так, тут будет сноситься. Там плантация будет строиться. Кукурузная. И вот эти бы я тоже, конечно, перенес. Но они пока не сейчас. Так, давайте ремонтировать. Блин, 13800. Ну, мне надо угольную восстановить. Банк, тюрьма, казарма. Торговый путь со страной союзники. Но это все у меня тут работает пока. Табак, сахар, золото, сахар. Табак идет. А, я тут слишком много поставил, кстати. Я вспомнил, что какие-то огромные эти. Сделал сахар еще, да. Не минимум поставил, а максимум, типа, чтобы дольше, чтобы больше денег. Что, конечно, не надо было делать. Так, тут строится. Нехватка электричества. О! Денежки дали нам союзники. И грузовое судно прибыло. Так, консервный завод восстанавливаем. Здесь восстановится электричество сейчас. А где у меня еще? Вот пожарная станция. Можно ее как-то улучшить? Нет, пока нельзя. А тут есть пожарная станция у меня? Есть. Везде пожарки я поставил. Я молодец. Ну, и я бы... У меня, кстати, принят закон о том, чтобы дешевле строить дома. Нет. Ну, надо будет принять. Сейчас у меня денежек появится. Надо будет вот тут дома построить, а там везде посносить. И все дома у меня стоят все выше и выше, да? То есть, по идее, с этими причалами у меня люди не будут селиться здесь. Рейд выполнен на охоту за сокровищами. Кстати, надо побольше их поставить. Скайперы проходят. О, исследования не выбраны. Что исследовать? Что исследовать? Колокола на пуле. Давайте какие-нибудь... Ну, клинику я, по-моему, уже купил. Дом, полицейский участок, радиостанция. Я тут много очень денег потратил на покупку зданий. На покупку чертежей. Вот давайте дом. Обеспеченный. Вот, дом откроем. О, уже накопилось. Прикольно. Так. Государственные займы. Хорошо. А здесь что можно? Церковный налог. Цирк. Давайте цирк откроем. Нет у меня пока чертежа для цирка. Следование выполнено. Дом. Рейд завершен. Грузовое судно. Так. Табак. Сахар. Сахар. Что мы еще можем? Железо. Куку... Вот, кукурузу давайте. Больше, по-моему, пока недоступно. Ну, эти три из четырех. Сейчас электростанцию восстановим. Не хватает жилья. Сейчас восстановится. И я, наверное, приму указ. Один из слушателей спрашивает, как мне помочь президента победить в войне? Ответ вам цирк. Ну, давайте, доделайте уже. Голосуйте за их президента на следующих выборах. Вечерняя смена, допустимая нагрузка. А я везде тут поставил эти... Да, компании перевозчиков тут есть, а тут... Ну, тут нету компании перевозчиков. Вот здесь надо ее построить, кстати. Что у меня пальма нахуй? 126 безработных, 115 бездомных. Здорово. Особенно надо бездомных, конечно, решить проблему. Ну, когда там достроится эта хрень? Ну, что за фигня? Давайте, высокая важность. Она повысит качество жилья, самое главное. Граждане должны провести выборы, президенты. Похоже, они хотят сами решать, как... Давайте. Так, и учитывается удовлетворенность с развлечениями. Похвалим капиталистов. Обвиним ось. Пообещаем улучшение с жильем. Тем более, что это действительно... А, вы нарушили предыдущее? Вау, здорово. Друзья, вы преданные граждане, которых не сломят никакие невзгоды. Ищиные тропиканцы! За страдания вы будете вознаграждены, но нужно еще немного постараться. Пока не буду ничего делать. Скучно, жители тропиканцов. Через 1080 дней они вторгнутся. Вас уже ничто не веселит. Усть президента станет всем, что вам нужно. Давайте доделывайте электростанцию. Тогда президента будет радоваться жить с ней за вас. смогу поменять декабрь 37-го. указаны капиталистам. Поблагодарим их за это. Мы благодарны за созданные вами рабочие места, а также за ваши прогрессивные взгляды на налогообложение. Мы восхваляем своих друзей, но и порицаем врагов. Страны оси хотят переделать мир. Примем указ городское развитие и начинаем строить. Так, загородный дом это для обеспеченных, барак для бедных, поместье для богатых, квартира для обеспеченных и дом для обеспеченных. Давайте пока бараки строить. Кто у нас, кстати, там бездомные конкретно бедных больше всего бездомных, да? Бездомных и банкротов. Обеспеченных 9. То есть, мне и для обеспеченных, конечно, стоит построить пару домов, но сначала для бедняков. Дорогу. Наверное, магазинчик еще поставим. так, где тут инфраструктура? Вот, продуктовый магазин. Все, строимся. блокады блокады сняты пока. Цирк исследовали. Бесплатное жилье. но это один из указов. Нет, я не хочу пока открывать. Давайте срочные выборы ликвидации военной политики. Давайте государственные займы откроем. Что у нас по указам? разрешение на строительство. Ага, на швейцарский ликвидации безграмотности. Производитель всех школ и колледжей повышается на 25, но и затраты повышаются. У меня, по-моему, школа есть, да? Давайте, наверное, ликвидацию безграмотности. И что за прием? Нет, ну у меня и так дофига пожеланий. Вот часовню надо еще построить, казармы. Казармы бессмысленно сейчас строить, пока конституция не изменена. Поэтому я пока и не строю. Так, уголь не привезли. Ну, угли я добываю. Ядерные бомбы. Факт или выдумка? Ученые Тропико говорят, мы ничего не понимаем в физике. Дворец говорит, старайтесь слушай. Сейчас привезут, я думаю. Да, давайте церковь построим. квадратно-гнездовым методом. Ну и плюс дома, конечно. слишком много бездомных. так, все выше и выше везде ставим. Интересно, если я буду тут сносить все-таки дома, будут туда пить? Хотя я пока сейчас слишком много бездомных бездомных откровенно, для того, чтобы вообще что-то где-то сносить. Но я бы основное жилье тут организовал. Так, закончился, закончилось табак, сахар, сахар. Что у нас еще доступно? доски, железо, каучук, кожа, мясо, табак. Кофе, кофе, по-моему, произвожу. Да, давайте. Полин, придет к эмбарго. Да, продолжим. Боже, президент, вы не поверите, что произошло? Мы победили в войне. Невероятная война оскончена перед холодной войной. Я бы вас зацеловал, если бы это не считалось изменой. Столкнитесь с требованием шести политических фракций, решите, как быть с двумя новыми враждующими сверхдержавами, отправляйте шпионов, чтобы находить темы для исследований или наблюдать за своими гражданами. Окей. Так, экология. Потребление электроэнергии промышленными зданиями снижается на 20%, их производительность на 5%, а загрязнение экономики превыше всего. Давайте эффективное использование. Так, разделение властей. Стоимость взаимодействия с гражданами снижается на 90% без учета взяток, общий уровень свободы снижается на 5%. Чтобы издавать ордер необходим суд. 20% затрат на суд производства переводится на счет в швейцарском банке, взятки не учитываются. И истинное разделение. Репрезидент не может взаимодействовать с гражданами, только подкупать их. Общий уровень свободы повышается на 5%. Давайте официальное разделение. Так, можно вооруженные снижаются? народное ополчение поставлю. Война окончена и в будущем нас ожидает плодотворное сотрудничество с запада и востока. О! Доступна куча сигары ром, кокосы, золото. Давайте золото, кокосы, ром, консервы. По-моему, все это я произвожу. политика. Западные державы, восточный доктор. Так, что у нас тут? Кого мы сюда? Я думаю, по идее показано, что я должен победить. то есть 29% не определившихся, но 65 за меня. Так, все путем. Консервный завод. Так, бездомных уменьшается количество постепенно. у нас в основном бедных обеспеченных всего 6. Пожары, блин. На выборах вы просто разгроми... Да, я молодец. Что там исследуется? Окей. Согласно словам президента, эта политическая победа была самой крупной и незабываемой в истории тропико. Мы уверены, что давайте мы просто скромничаем. Что тут можно улучшить? Тут все улучшено. Тут все улучшено. Где строители у меня? А? Так, инженерная компания. Тут тоже все улучшено. Знаете, просто больше денег мы будем выдавать. Вот так сделаем. напали партизаны и сразу победа. это хоть было? Угроза восстания средняя. 10 мятежников. Сегодня завершилось импровизированное соревнование по вандализму. Мятежники тропико победили местные органы управления стражевые башни я бы поставил здесь особенно кстати рядом с электричеством здесь пока так церковь построена. Общие места сделаем пускай и великолепные колокола. Так, а что у нас вот в операционной троповице? Прошу усилить армию! Либо возвести ночной клуб, слева ползаться, снизу демоны, сверху птеродактили. Кто знает, что пробирается сквозь четвертое измерение, чтобы напасть на нас. Мне больше нравится ночной клуб. Ночной клуб. президенты, война окончена, мы наконец-то сможем продемонстрировать миру ваше бесконечное величие. Я так рад! Тропический рай для туристов, завладеть ядерным оружием или позаимствуйте крупный памятник, известный во всем давайте позаимствуем. поистине великий колизей земли, статую субботу большого свинкса или храм Василия. Конечно, храм Василия Блаженного сейчас. Так, мне надо еще одно посольство обнаружено первым в нашей военной построить. Так, вот посольство. То есть, я для обеих держав хочу, чтобы посольство было. И они будут тут рядышком. Что у нас с бездомными? 63. Ну, продолжаем строительство домов, видимо, и бездомных у нас в основном бедные, да? золото закончилось, консервы торгуются, кокос торгуются. Вот ром. По-моему, я снес, кстати, завод рома в прошлой партии. ананас банк, консервы давайте. Чтобы сахар. Вот тут у меня был ромовый заводик. погода и погода, хой хасэ кальянте на канале появляется вновь прийти энергию из нефти. А я нефть вообще добываю ли? По-моему, нет. И глянем, где у нас уран, нефть. Вот нефть, вот нефть. О, это вообще у нас остров с нефтью. Вот тут видимо надо организовывать добычу. А это что такое? какие-то древние раскопки наверное можно проводить. Ну вот тут надо ставить причал и начинать нефть добывать. Ну ладно, пока я больше не могу увеличивать добычу энергии, поэтому ничего тут делать пока не буду. Отказаться я не буду это ничего пока делать. Так, ночной клуб. Кстати, почему и нет, но я пока у меня действует этот указ на городское развитие, да, поэтому мне надо пока дома строить. Насколько каждый дом? 8. то есть это 24. Бездомных 63. Угу. Ну снижается пока количество бездомных, конечно. Денежки приехали. А, вот где еще церковь стоит. Денег нету. Ладно, ждем строительства. я бы я бы еще больше вышиб, конечно, поставил на других островах тоже. да, снижаю обычное это обычное здание, а здесь увеличивает максимальное количество жильцов на 2. качество жилья правда снижается, но еще и разорившиеся здесь могут жить, да еще и арендная плата 0 денег. О, ничего исследовать. А, давайте бесплатное жилье исследуем. Дальше поставим тухой закон да не разрешение на оружие бесплатные колеса дайте полицейский участок откроем и радиостанцию потом уже пойдем холодную иммиграция но у меня жителей мне кажется дофига супер вечеринка для дипломатов опытные поля старые добрые деньки граждане носят старомодные одеяния эти сортировку отходов потом так и посольство построено давайте сюда восточный блок сюда западные державы посылка оплачена если поняли ничего не говорите и не делайте зон гидеры война это мир свобода ночной клуб это рабство да незнание сила ну с другой стороны ананасовый сок а тропико будущее оставайтесь на канале уно хорошо кофе это ананасовый сок кто бы мог подумать так вообще давайте здесь вот такие две квартиры построим лучше о коммуналка и много квартирный дом блин как минимум бедные должны быть денег еще указ не кончился у меня блин кончился указ не успел я жилье по максимуму как-то криво немножко строения тут стоят мы мы просто красивые сделаем парки более видите красоту она по-моему улучшает улитки тропико захлестнул новый вид спорта под названием восстание дворец предупреждает без лицензии играть восстание 48 бездомных ну это по семьям я так понимаю или даже по 1 банкроты бедные и обеспеченных 6 это для обеспеченных я поставил он не сильно как-то влияет на красоту давайте ночной клуб поставим это и работу повысит и а блин наверное ночной клуб еще не открыт ночной клуб 4900 стоит чертежик а что с электричеством еще я могу сделать есть у меня какие-то только электростанции еще атомная будет вот еще ветряной генератор откроется в будущем как отношение с другими странами 77 69 нормально вполне политика заинс свобода вероисповедания да ну я я хочу сначала конечно жильем обеспечить товарищ прочтите шифрованные инструкции затем сожгите их и съешьте пепел примем я там торгую и так по-моему а ромом блин давайте купим может торговую лицензию автомобили бананы сталь ну вот кукурузу можно продавать я вообще у меня вообще никакого этого нормального производства никакой промышленности нету вменяемой а крен не дают мне пока купить ну что ром начать производить что ли у меня тут сахара кукуруза кукуруза сахар 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 106 безработных это 1 6 кстати и так уж и плохо на самом деле такая прям не супер уже высокая безработица плюс 16 тысяч плюс 19 а что я в минусе-то сижу какой-то указ тут вот бесплатная еда общее качество еды повышается но это ладно производительность качество работы увеличивается а производительность снижается а как вот такие переводы иногда качество работы увеличивается но производительность снижается как это по-моему это противоречие какое-то в таком переводе странном коэффициент миграции повышается зато каждый месяц я получаю 300 блин я бы вот это убрал вот этот указ вообще детские пособия я бы убрал работать две смены это хорошо это быстрее они перемещаются до повышает повышает затраты на средства создания отношения с коммунистами ухудшения это пускай будет ликвидация безгравности пускай будет так пока оставлю мне надо с советским союзом чем-нибудь поторговать кукурузой начнем с кукурузы ну и ром надо сделать и ночной клуб построить то что клуб не надо еще чертеж сделать поэтому начнем кто побеждает в холодной войне особый доклад канала уно сообщает что это эль президента мы ни капли не сомневались я тоже не сомневался что президенты смогет о начинает электричество не хватать блин вот тут конечно тоже электричество баланс сети плюсы пока типа хватает опять не хватает еще плюс 19 иммиграция независимость сми запрет собраний отношение 71 отношение 78 попросить финансовой помощи немножко снизилась блин 28 процентов всего за меня точно проголосуют бездомных 59 безработных так я тут построил кстати увеличили количество рабочих мест что на руднике производительность повышает ну тут у меня все без электричества я сюда не доведу электричество пока никак блин ну надо завод рома зря его конечно расфигачил где он тут стали литейный перерабатывает уголь и железо производит сталь тоже надо бы поставить а где вот спиртзавод вот 11 тысяч тут вон два барака я вижу здесь вообще бараков не бараки это как хижины здесь здесь есть ну я бы конечно сейчас опять принял указ на жилье и еще больше жилья надо только денег накопить украдите и построите чудо света периода холодной войны но это вот тут я так понимаю делается ограбление ограбление а как вот украсть чудо для этого надо шпионскую академию построить я так понимаю еще охоту со закручивают тут тоже есть шифт поставить на повтор убрать отсюда сжимая правой кнопкой не работает странно о самолетики приплывают даже минус 25 тысяч это больше торговых путей мне кажется что с наукой вот это вот все отряд команды с открыт а так я уже давно его открыл пожарные станции открыл а здесь ночной клуб кстати старшая школа казино кабаре психбольница психбольница очень нужна туристический порт вот контрольный пропускной пункт пункт вот это по-моему этническая резервация есть что-то вот что открывает вот там вот развалины мы видели какая-то штука я помню это еще из пятого тропика миграционная служба мавзолей пожарная станция закусочная веселая пристань нету ночного клуба придется так в итоге открывать кабаре открыто дай так по очереди поставим шестьдесят девять пятьдесят шесть в тропика появились летающие машины сейчас они не могут пролететь и секунды но наши ученые усердно над этим работают он же ром производит спирт завод так у меня там есть один да производит ром просто у меня есть один торговый путь с советским союзом ром кукуруза так тут консервы продаются кокос продается кукуруза продается отлично угроза восстания понизилась до низкого здорово 5 пожары начались да шо ж вы делать будете вот где вот эти нападавшие сильно преувеличены дворец считает что обшарпанный архитектурный стиль не имеет политического значения и все равно ничего не доказывает полностью согласен меня называют не хочу вас напрягать но решение мне нужно как можно скорее тысячи контрольно-пропускной пункт могу открыть разрешение на оружие могу открыть отношения с фракцией капиталисты обменять деньги ну пока пока ничего не буду делать в конституции ничего не буду менять давайте посмотрим живут по счастливое детство по умолчанию оставлю пока так свобода веру отключает отключает религиозной стране не хочу пока будем так сигарная фабрика ну как вот мне это убрать ну как вот мне это убрать кстати походу иду сектором ускорением графика потому что так то война в сорок пятом году закончилась но с экономикой у меня беда я думаю что надо все таки работу какую-то людям давать а не жилье более-менее удовлетворенность низкая удовлетворенность развлечениями вообще-то развлечение надо то есть оно и работу даст в первую очередь ночной клуб общественное развлечение есть циркиш вроде открыл цирк режим работы а само здание не открыл да ну блин да ну странно подождите полицейский участок вот у меня открыто это это у нас общественные службы свалка клиника станции метро где у меня полицейский участок кафедральный собор оперный театр кабаре кабаре я помню поставил и так да вот он да вот он пока ничего не буду производительность повышается 10 процентов дополнительно 25 мегаватт энергии нет пока нет блин да шишу меня с деньгами так все туго консервы консервы кокос ром бананы консервы давайте консервы еще немедленно забудьте этот канал всего 2000 получить 20 секунд начинается сейчас твое слово борщ бесплатный черчеж рыбхоз что за рыбхоз блин ты где-то здесь выращивает выращивает рыбу или пока не буду делать отмена где-то деньги взять попросить финансовой помощи и у восточного блока я могу пока нет начался протест ядерные ракеты будущее войны или разрушительное безумие новое сообщение дворца говорит что это засекречено десять тысяч так блин ну мне надо как-то это где этот ночной клуб таверны у меня и так стоят вообще давайте глянем альманах развлечения три таверны стоит везде жидкое не давайте во первых везде хоть залейся поставим и увеличим бюджет как-то повысить развлечение пока получше сарая вернем настройки все выше электрифицировано к баланс сети плюс 19 но я даю образование но мне пока полму негде работать этим всем ребятам с образованием так появились деньги ночной ночной клуб привлекает туристов экстремалов 16 энергии надо давайте построим 11000 эти базовая стоимость кстати 9000 но для меня она найдется в 11 270 потому что это принят указ такой вот это разрешение на строительство и я откладываю деньги на свой счет в швейцарском банке но пока брокером какая сделок вам приглянулось создание имиджа стимулировать торговлю федеральный собор открывается отношения с фракцией капиталистов улучшается товарищ прочтите шифрованные инструкции затем саж да торговый путь завершим что вообще у нас тут по торговле все идет консервы продаются кокос продается ром начал продаваться консервы этот у нас две вообще рыба и она не вы знаете что ананасы надо поставить выращиваться вот еще чё надо граждане требуют провести выборы президенты похоже они хотят сами о большинство уже против меня походу мы сейчас закончим партию так удовлетворенность развлечениями провести похвалу фракции капиталисты обвинить никого и пообещать улучшение работой будем строить для работы ну 36 на 20 и 43 неопределившихся это долина теней родины наш дух не сломить восстань тропико и отринь отчаяние так консервы кокосы ром пусть президента станет всем что вам нужно хлопок я не выращивают бананы по моему тоже ананасы надо такие а также за ваши прогрессивные взгляды на налогообложение вы спрашиваете меня что же с работой президенты пришлось рассказать всем на блин тут занята как решить проблемы с работой и создать новые рабочие места если условия не улучшатся хорошо а тут нету блин тут далековато именно вас друзья мои я благодарю за то кем я являюсь сегодня быть президентом великая честь да здравствуйте ну я бы вот здесь триаплантацию поставил видимо плантация ананас операция ананас а мы ее как тут лучше блин ну хреново тут хреново ставится не блин то что сахар и тут сахар да а тут кукуруза и кукуруза блин я бы тут кукурузу отменил я аж могу не мне не обязательно стать я могу поменять просто ресурс ну у нас две кукурузы нафига мне две кукурузы более вот вот тут вот эта плантация не совсем сахар фиговый здесь какао фигово табак можно начать выращивать хлопок а давайте хлопок кстати там по-моему можно торговать хлопком с кем-нибудь а импорт она хочет импорт ну давайте что у тебя там с импортом подешевле шерсть шерсть не пойти минус пять процентов может еще чуть ну вот шерсть придется немножко попокупать шерсти теперь ночной клуб можно строить наконец-то а где мы его тут поставим недалеко от пожарной станции сразу чтобы если что тушить тушить ну тут видите уже такие серьезные проблемы с выборами главное что фракция милитаристов хотела ночной клуб что удивительно надо больше вышек еще построить это и работа и рейд выполнен закусочные чертеж получили я не буду я хочу посмотреть проиграю эти выборы пока 45 процентов неопределившихся конечно но всего 19 процентов против посмотрим 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 что президента благодарю за помощь мы смогли удвоить размер армии давайте отношения с фракцией в лучшем все это больше поддержка будет видите 40 процентов уже больше даже за меня чем но это вот улучшили отношения с фракциями для таристов лазерное шоу так что с работой безработных 71 что я еще могу организовать уголь мы добываем железо добываем золото уголь а что мы можем железо например делать а денег все равно нету он и 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 41 боже опасно опасно победю нет денег не хватает постоянно уже 40 на 42 41 на 41 еще быть победа существенно гражданам нужно напомнить что они существенно все равно победа минус 34 тысячи знаю что вы всегда держите обещание президента но сегодня граждане могут определить удовлетворенность работой понял так ну нужно нужно работу строить сообщение из дворца тут сказано не говорите что победа на выборах далась тяжело да на выборах у наших соседей шла ожесточенная борьба закончил импорт кукуруза консервы но ананасы я не выращиваю как и бананы консервы я и так уже продаю давайте ром сыр нету сигар нету болен ладно давайте ананасы посылка оплачено если поняли ничь сейчас где-нибудь построим еда и ресурсы плантации кукуруза сахар табак ну почему не объединить без два сахара вместе до 2 кофе вместе две кукурузы вместе топ я же поменял вроде на чё за фигня блин она еще и платно на хлопок надо надо ананасы где-то выращивать начать все таки это для консерв надо давайте тут поменяем дастся спасти планету если людей не заинтересует экология экологии какой-то дебильный мне просят кофе вот тут надо ананасы выращивать на этой плантации что с деньгами так плохо содержание и зарплаты больше всего компания перевозчиков конечно меня на зарплаты уходит больше чем на прибыль импорт фигня местные услуги сборы аренда может жилье как-нибудь не но это надо хотя давайте это уберу есть 25 в месяц нафиг надо качество пищи повышается тоже уберу нет это пускай будет тут всего лишь колеба полюка одна школа поэтому пока пускай будет денег сильно не хватает перевозчики я высокую зарплату поставил поэтому и так много денег идет но это надо это надо консервы кукуруза консервы уходят кукуруза уходит так а почему ром у меня проблема президент эти кпп посольства красный никак вы угадали нет я откажусь я не даже кпп по мою не открытый чертеж мне эту денег на него да так еще минус по деньгам ну вот за 12 месяцев пока у меня в плюс туристов ноль рабочая сила без работы 69 вакансии нету консервный завод потребляет больше всего и у нас баланс всего лишь плюс 3 так аром то производится иногда я думаю каким бы был мир без меня свалка статичным мертвым давайте пряму свалку меня открыто в принципе консервы закончил о ром плюс 20 давайте подпишем контракт 1 даже нормально как узнать шпион или мои соседи ответ дворца не полагайтесь на удачу следите за всеми вот прибыль в плюс выходит давайте пока не будем ничего строить здесь на ананасы поменять фигами для плантации кофе затраты на обслуживание ближайших фирм кстати вполне можно как это сделать так ром ром ананасы блин ананасов и нету мне нечем торговать пока консервы консервы давайте чё там цену расходы выше дел моё ну могу удовлетворенность работой сделать что ничего нового пока не строю денег на это нету хреновый диктатор конечно у меня проблема призыва таши восточный да с проклятыми красными как я походу буду с советским союзом тут дружить хотя отношения 82 от вас . чуда я выполняю все задания восточного блока но и отношения хуже чем с западными державами что за фигня играйте сигары надо делать то есть это вот то что тут производится это мало надо промышленные издания я не делю все новость и плохая хорошая а вы по все я закончил отличие это рекорд по величине государственного долга вернуться в главные не дать продолжим прессами как бы уже скажешь я проиграл тут несомненно в моем случае ошибка была на ну и как бы весь вот в таком разнесении вот то что эти причалами построил о вашем последнем пока я не федеральный собор и не буду строить вообще паще играть как-то очень быстро тебя гонят по всему вот этому и мне не надо было спешить с большим количеством жителей я себя по насобирал там революционеров почта медленно все обеспечены работой все обеспечены жильем а потом уже решать потребности фракции у меня получается дофига жителей а построить я для них ничего не могу потому что не произвожу то что требуется продавать вот и все вся проблема у дворца появился новый талисман майор герману ваш большой брат который всегда будет за вами присматривать обещаем ром консервы еще конец хотя давайте рыбу денег так мало но он на 40 кстати эти может я успею фига и хоть где-нибудь рядышком с плюсом чтобы быть надо что-то сделать меня называют брокером какая сделала вам пряжение бывает они все это листы ну это всеми нафиг не надо называют брокер появилась пара возможности ничего противозаконного точнее ничего что можно было бы доказать враги свободы повсюду даже если вы достались этим саботажем не хочу я саботать советский союз я уже и содержание уменьшил все эти вот это что висит мне уже раздражает и открывается по счету нажимая право кнопку открывается промышленность дождемся следующих выборов я наверно следующих выбор и проиграю должен по идее нужен завод по производству например сигаретную фабрику явно надо ставить а сервозавод это у меня ананасы и рыба да по-моему до рыба что еще тут я могу построить в промышленности спиртзавод есть дубильня ну так себе стали литейный завод вот перерабатывают уголь и железо в сталь вот встали что можно начать производить опять же денег нету ничего это сделать что у нас по финансам прибыль плюс 2000 вот я никак не могу выйти из расходов огромных давайте снижать еще приветствую президента и все подслушивающие шпионы я гарантирую что в данном разговоре не будет обсуждать давайте снизим действительно а что повысил во первых продуктовые магазины по монет на церковь нет то есть общие места повысил деньги точно на перевозчиков давайте снизим это дело на что еще в чем еще расходы ну содержание ладно зарплаты плантации рудники ну порт перевозчиков конец все остальное рудники как бы их просто много тоже как бы верно я плачу на рудниках а куда мне этого то что они это бывает она же никуда не уходят пожарным тоже тут нету повышения зарплаты ананасы ром рыба консервы я конечно еще плюс увижу в своих мне уже иностранную помощь посылают постоянно и даже ананасы не могу переключить человек голосует не за л президента не совершайте этой смертельной ошибки граждане меня называют какая сделок вам приглянулась они все законны нет все не надо я конституцию не хочу менять когда все выборы или их не будет они должны быть должны быть выборы прошла свалка что делает она загрязнение повышая повышает но при этом снижает загрязнение у окружающих 1150 стоит охренею я не что с это что не так но я снизил снизил расходы типа терни видимо не доставляются товары быстрее о денежка и сейчас я должен по идее смочь нет все равно не хватает так новая раздел в конституции вероятность того что недовольные граждане останутся в тропика снижается может пускай недовольные сваливают кстати давайте выберем поссорим сейчас может поедут и соответственно улучшится количество бездомных и безработных прям даже интересно 60 55 безработных правда откуда безработные бездомные находят деньги на то чтобы свалить другой вопрос сети не хватает электричества чего бы баланс плюс 3 а пожар был так да не особо я вижу народ сваливал поддержка все меньше позиция 47 процентов вот так с такими конечно о прибыль уже в плюсе плюшить ну неужели вытяну немного денег тут не сваливает пока недовольные люди чуть ниже чтоб тут уменьшалась чё за фигня ну свободного жилья 110 почему бездомные вот эти не не живут в жилье этом кто может объяснить жилье есть для банкротов бедных и обеспечены причалы вроде построены свободное жилье только типа для банкротов до ну и банкроты не живут там непонятно причалы я везде построил чтобы они плавали расходы высокие что ты будешь делать ну проблема в том я объясню то есть тут у нас все колеблется там но я сейчас должен продавать вот смотрите что тут торговли я сейчас должен продавать уже что-то произвел мебель сигары вот видите доход одной тысячи есть пятнадцать тысяч четырнадцать тысяч а я занимаюсь продажей рома нет даже не у рома там угля какого-нибудь железо что-то у меня еще рыба ананас вот доход от одной тысячи тысячи всего ну две тысячи пускай две тысячи доход то есть сравните доход пятнадцать тысяч и две тысячи да там нужна цепочка должна быть сделана мебельная фабрика мебельная фабрика делает мебели я думаю что из досок и давайте найдем где она тут вот мебельная фабрика доски производит мебель для того чтобы доски произвести должна стоять лесопилка которая перерабатывает бревна в доски чтобы бревна должны быть в лагере лесорубов то есть вы ставите в лагере лесорубов лесопилку мебельную фабрику И за счет этой цепочки вы получаете 15 тысяч с каждой мебели. А я, у меня, мой остров находится на уровне, мы сейчас типа в холодной войне, а у меня находится на уровне там мировых войн. И все. А произошло это из-за того, что я набрал слишком много населения, не строя никакое производство. Все это постепенно делать. То есть, вы набрали население, всех обеспечили работой производством, работой жильем, создали какое-то производство, которое требуется. Причем желательно исходить из того, что вам в будущем будет понадобиться. Я просто поставил бездумно вначале два кофе. Куда мне это кофе? У меня даже не продается. То есть, я произвожу кофе в никуда. А чисто работает 16 человек и хрен знает для чего. Табак я не поставил сигаретную фабрику. То есть, у меня единственное производство это вот сахар, который ром делает, вменяемый. Все остальное, вот куча рудников поставил, которые никуда не продаются. Уголь только вот на электростанцию и все, и дальше никуда не уходит. То есть, стратегия-то экономическая, о том, чтобы экономику ставить. От этого все зависит. Это постепенно надо развивать. Но, если говорить в целом об игре, конечно, она очень похожа на Тропико 5. Я, честно говоря, не понимаю, вот зачем человеку, у которого сейчас есть Тропико 5. Может, вы мне напишите в комментариях, что в Тропико 6, вот может, есть какие-то люди, которые сейчас играют в Тропико 6, играли до этого в предыдущие серии, и им офигенно все нравится. В чем такая основная фишка Тропико 6, чтобы на нее перейти человеку, который в Тропико 5 играет? Тут даже не то ощущение, что графика стала лучше, честно говоря. О, что это там? Вдалеке, что за острова? Да, какие-то другие карибские страны. Вот в чем дело. То есть, игра... У меня больше ощущение какого-то... Ну, добавили вот рейды, да. Ну и что? Ну вот острова, да. То есть, раньше все проходило на одном острове, теперь вот у вас так вот раскидано, вы можете... Ну, вы можете и на одном острове все делать. Ничего вам не мешает. То есть, какой-то вот дополнительный микроменеджмент, где вместо одного порта аж три надо строить. И причал, и порт перевозчиков, и порт. Ну, это немножко странно. Я так считаю. В общем, давайте будем считать, что эту партию я провалил, проиграл. Почему это произошло, я вам сказал. По-моему, это очевидно. Я просто не создал нормальные производственные цепочки, которые требуются жителям других стран. То есть, когда вы в своей стране делаете заводы, просто чтобы они были, а не исходя из того, что будет продаваться, вы получаете вот такую фигдю, как произошло на моем острове. Давайте, может, я то единственное, что дождусь, может, выборов. Действительно, хочется посмотреть, как я сейчас солью выборы, только я не понимаю, когда они будут. Вы в чем-то подозреваете соседей? А должны предать интро, против скромать отсюда. Будьте бдительны, немедленно сообщайте... Ну, давай сейчас остановлю запись, потом включу, когда уже выборы будут. Так, ну, осталось буквально месяц. Поддержка у меня низкая, я ничего не сделал специально, чтобы ее повышать. Народ сказал свое слово. Очень громко. С воплями, криками и улюлюканьем. Мы проиграли. Народ гонит вас прочь. Ну, в общем, вот такая партия. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.